Всем привет! Снова Айса и сегодня у нас на обзоре новая палетка Наташи Диноны Anida Nude. Это ее стандартная миди формата палетка. 69 долларов она стоит, как обычно у Наташи Диноны. Здесь 15 оттенков и по названию сразу можно догадаться, что палетка очень нюдовая. Была у нее уже нюдовая палетка, если, как вы помните, миди формата палетка Glam. Она произвела в свое время тоже фурор, точно такой же, как и Anida Nude. Все были в восторге от того, что вышла вот холодная палетка. На тот момент очень много выпускали именно теплых палеток и все хотели холодную. И там была вот как раз холодная нюдовая палетка и она у всех в ходу. Все ее очень любят, кроме меня, мне кажется. Просто она там легенда среди блогеров, а мне показалось она очень скучная, однообразная, какие-то очень много повторяющихся оттенков. И спойлер, кстати, из этой же палетки у меня тоже, ну, оттенка 4, наверное, смотрится почти одинаковыми. То есть два серых смотрятся почти одинаковыми. И вот эти вот розовые тоже отсюда немножко одинаковыми на мне смотрятся. И то же самое было с Glam. Плюс в Glam мне еще не нравились шиммеры. Они были такие вот какие-то тусклые сатины. Там были чуть-чуть более поярче и прям совсем унылые какие-то тусклые сатины. Пускай они будут тусклые, но если у них есть какая-то изюминка именно вот цвета, то тогда я буду его с удовольствием носить. А в Glam мне показались они какие-то тусклые. Плюс еще они какие-то неинтересные. Поэтому Glam мне вообще не понравилось. Плюс, мне кажется, у меня были какие-то проблемы с тушевкой самых холодных матовых. И спойлер еще раз. В этой палетке матовые, мне кажется, лучше гораздо работают, чем в Glam. Кроме вот этого оттенка самого темного, силуэт, который я пыталась когда нанести на все веко. Там дальше у меня будут сводчи на глазах многих оттенков отсюда. И когда я пользовалась в качестве... Хотела сделать такие типа супербыстрые смоки с этим оттенком, у меня немножко обеднил оттенок. И когда я пыталась растушевать, у меня все равно было видно на эту границу, там где я закончила наносить оттенок. Но со всеми остальными оттенками, несмотря на то, что здесь есть такие достаточно прохладные тени, которые тяжело делать, все равно у меня было все в порядке и быстро все тушевалось и без проблем. Но матовые меня здесь во вторую очередь интересуют в этой палетке. Здесь просто очень классные шиммеры. Наконец-то Наташа сделала нюдовую палетку и положила какие-то классные шиммеры. Плюс здесь еще есть новая формула шиммеров у от Наташи. Давайте я начну это сводчить и рассказывать заодно. Первый оттенок, новая формула это Sparkling Wet Effect Silver Brown. Оттенок называется Delilah. Sparkling Wet, то есть Sparkling это такой сияющий, именно вот как глиттер сияет, как звезды там сияют. Вот такое сияние. Потому что у нее есть следующий оттенок, он Glossy Wet. Gloss это вот, ну, lip gloss, да, то есть блеск для губ. И вот оттенок Delilah. Следующий оттенок, который вот как раз-таки Glossy Wet, это оттенок шин. Ой, я вам еще не сказала, что предыдущий оттенок Delilah, Наташа говорит, что это серебристый коричневый. И он действительно, видите, у него база такая теплый коричневый, а блеск оттенка такой вот прям серебристый и холодный. Следующий оттенок это шин, который Glossy Wet. Да, другой какой-то действительно финиш, да. Видите, вот Sparkling, который верхний Delilah, он действительно сияет, там как будто глиттер внутри. А Glossy, он такой более какой-то цельный, у него блеск, у него нет каких-то такого количества отдельных блесточек. И здесь какая-то, мне кажется, персиковая база, хотя вот Наташа пишет, что это теплое шампанское. Ну, мне кажется, тут какой-то прям персик немножко. И последний оттенок новой формулы, это оттенок Mia, Sparkling Wet. То есть, как и верхний Delilah, то же самое формула. И Наташа пишет, что это Icy Pink, то есть, это льдистый розовый. Красивая формула, это не самое ослепительное, что есть у Наташи. Самое ослепительное, все-таки, как в предыдущей палетке Yuka, там вот есть, господи, как он называется, Sparkling Foiled. То есть, Sparkling, опять же, сияющий, да, Foiled металлизированный, металлизированный, как фольгированный. То есть, вот эта формула шиммеров, самая сияющая у нее, она такая прям очень насыщенной металлики, в которой включены вкрапления такого глиттера. Получается, что он как бы фольгированный, и еще там блестки внутри. Очень-очень яркая формула, более яркая, чем вот эта новая Glossy, то есть, Sparkling Wet и Glossy Wet. Но здесь фишка то, что, типа, они как бы мокрыми смотрятся. Ну, действительно, смотрятся немножко мокрыми, но сияет все-таки не так сильно, как, например, вот у меня Sparkling Foiled оттенок на глазах. Это у меня Muse. Оттенок, видите, он сияет больше, чем вот эти шиммеры. Так, следующая формула шиммеров, которые здесь есть, это как раз-таки эти Sparkling Foiled, которые я считаю самыми яркими на данный момент у Наташи. В смысле, самыми сияющими. И начнем с оттенка Ella. Вот оттенок Ella. И это, как Наташа описывает, цвет Warm Foam. Фон, я не знаю, почему меня ассоциируется с олененком. Может быть, олененок это фон по-английски, я не знаю. Но фон вообще это такой вот какой-то бежево-желтоватый оттенок. Не знаю, почему-то в картинках постоянно выходили какие-то собаки, мопсики какие-то. Вот такого вот цвета, не знаю, какой-то телесный, но немножко желтоватый. Не могу сказать, что есть какое-то сходство с мопсиками у этого цвета. Мне кажется, это какой-то слегка какой-то коричневое золото, возможно. Следующий оттенок в формуле Sparkling Foiled. Это Muse, который у меня сейчас на глазах. И вот он оттенок Muse. Очень сияющий, очень красивый. Здесь, мне кажется, это прямо звезда. И Наташа говорит, что цвет этого оттенка Muse шампанское. Следующий Sparkling Foiled оттенок это Filigree. Как Наташа написала, это Medium Neutral Brown, то есть средней интенсивности нейтральный коричневый. А, ну и все, больше нет. Sparkling Foiled Formula. Вот здесь вот три таких очень ярких оттенка. Получается три Sparkling Wet, которые мокрые. И вот такие вот фольгированные, тоже три оттенка. То есть здесь получается такое вот немножко коричневое золото. Потом шампанское. И какая-то вот, не знаю, даже чуть-чуть бронза. Просто красота. И еще два металлика Наташа сюда положила. Это Metallic Whisper и Metallic Travertine. Вот Metallic Whisper. Он наверху такой оттенок, которым обычно высветляют уголки глаз внутренние. Можно, наверное, в качестве хайлайтера попробовать этот оттенок тоже. Нижний оттенок Travertine. Он какой-то не очень интересный на свотче, но мне очень понравился свотч на глазах. Он мне напомнил немножко мою любимую палетку Tom Ford, которая Silver Topos. Очень такой элегантный оттенок. И в качестве одного оттенка на все веко мне прям супер понравился. Я как-нибудь обязательно сделаю такой макияж. И, ну, не знаю, несмотря на то, что это типа сатины, мне кажется, они такие удачные. Этот Whisper можно и под бровь нанести, как люди любят а-ля 2016 год макияжа. И можно внутренний уголок высветлить. Сегодня у меня, по-моему, Whisper тоже в уголке глаз. То есть получается здесь целых 8 шиммеров. 3 влажных, 3 супер ярких и 2 таких сатина. И здесь получается 7 матовых. Начнем с оттенка Stone. Все матовые здесь формулы Cream Matte. То есть кремовые и матовые. Мне кажется, Наташа что-то перестала даже другой формулой класть матовые вообще в палетках. Так, это оттенок Stone. Давайте я, наверное, все засвотчу матовые. И вот 7 матовых оттенков. Очень плохие свотчи у меня получились. Ну, эти свотчи я буду делать на глазах еще там дальше. Так что можете особо не смотреть на мою руку. Блин, вот смотрите, вот самый темный оттенок Silhouette, он как-то плохо засвотчился. И он же у меня не очень хорошо тушевался. Мне кажется, все-таки, наверное, это проблема не в моих способностях тушевать, а именно в самом оттенке. Наверное, он все-таки немного капризный. Вот, я попробовала еще на запястье вам засвотчить, но, блин, тоже получается не очень. Вот верхний оттенок, да, который ближе всего к запястью, это оттенок Stone. Наташа говорит, что это Light Medium Warm Taupe. То есть это что-то среднее между легким, да, и средней интенсивности оттенок. Теплый Taupe. Taupe это такой коричневый с добавлением серого. Ну, тут действительно не то, чтобы прям коричневый, не то, чтобы серый, да, что-то вот среднее между серым и коричневым. Тут я с описанием оттенка согласна. Следующий оттенок это Mesh. И вот мне немножко непонятно, потому что Наташа говорит, что это пыльно-розовый, но мне кажется, он какой-то не сильно пыльно-розовый. Он тоже какой-то немного серый слишком для пыльно-розы, мне кажется. Или, по крайней мере, на моем теплом по тоне кожи он так смотрится. Какой-то он немножко в лиловинку отдает. И на моем, на глазах как-то оба этих оттенка немножко сливаются в один. И вот третий самый темный оттенок здесь, который Matte Coffee Bean Brown. Coffee Bean это кофейное зерно, да, то есть коричневый кофейного зерна. Ну, не знаю, может какая-то странная обжарка кофейного зерна. Но кофейное зерно, мне кажется, более теплое все-таки. Здесь прям такой прям очень прохладный коричневый. Следующий оттенок это здесь Wheat. Наташа говорит, что это теплая роза, легкая теплая роза. Прям такая вот, ну, розовая, но немножко с добавлением персикового какой-то. Следующий оттенок это Vague. И Vague Наташа описывает как Warm Dusty Rose. То есть получается меш у нее Dusty Rose, да, и Vague тоже Dusty Rose. Ну, не знаю, мне кажется, они прям очень разные оттенки. И это теплая пыльная роза. И последний оттенок, который на мне не особо заметен, это оттенок Fair. Наташа говорит, что это Light Misty Rose. Легкие Misty от Mist это туман. Легкая туманная роза. Ну, не знаю, на мне вообще почти как цвет моей кожи. Ну, вот такие вот матовые. Не сильно впечатляющие, но мне понравилось, что матовые здесь светлые. Я бы раньше, наверное, сказала, это вообще что такое. На мне ни один оттенок нормально виден не будет. Как видите, у меня вот в макияже, да, здесь использованы все прохладные матовые, да, и Stone, и Mesh, и Tender, и Silhouette. Ну, не сильно темным смотрится макияж. И раньше бы меня это разочаровало. Я все-таки любила какой-то более контрастный макияж драматический, а сейчас мне прям нравится, что здесь много светлых оттенков. Мне нравится, что это светлая палетка, и все макияжи, которые я делала, это были прям нюдейшие нюд, с большим количеством блесток. И мне очень понравилось, потому что какие-то макияжи получились такие очень легкие, очень такие свежие. Мне кажется, это свежало мою внешность, или мне, по крайней мере, так казалось. Давайте, собственно, пройдемся по макияжам. Ну, я вот прямо вместе с вами буду смотреть. Почему-то первый макияж я сделала розовый, и вообще, ну, как бы наелась я розовых макияжей, но здесь такие интересные розовые, здесь как будто розовые с добавлением персикового. Это вот как раз оттенок вот этот вот Уид. Мне показалось, что это будет как у Шарла Тилбери, да, Пилу Ток, вот этот оттенок розовый, будет давать немножко эффект заплаканных глаз, но на моем таком темноватом подтоне кожи такого эффекта я не вижу. Ну, возможно, кто-то с очень светлым тоном кожи, не знаю, много из моих подписчиков жалуется, что дает эффект, вот именно такой вот розовый, и дает эффект заплаканных глаз. Ну, вроде как вот этот оттенок розового. Тут еще я затемнила, затемнила. Тут особо, ну, не замечается какой-то, не наблюдается затемнение, но это оттенок Wake, вот этот вот оттенок. Он тоже не особо сильно темный, ну, не знаю, мне нравятся светлые макияжи. Там будет еще дальше вариант этого же макияжа, но еще светлее, и он мне даже еще больше понравился. Вот этот, в общем, этот оттенок Wake тут особо и не виден. Всю темноту дает оттенок Silhouette, который я использовала немножко как, ну, прокрасила ресничный край, да, не то чтобы это как подводка, просто такое вот легкое затемнение по ресничному краю сверху и внизу, вот этот оттенок Silhouette. И еще здесь у меня на подвижном веке был оттенок Mia, вот этот. Симпатичный такой розовый, с таким немножко лиловым отблеском. И чуть-чуть совсем я добавила еще оттенок Delilah, чтобы смягчить, ну, чтобы немножко затемнить оттенок Mia, потому что он был слишком светлый. И мне в этот макияж хотелось чего-то темного добавить. Ну, вот такой вот макияж получился, очень такой свадебный. Следующий макияж, опять же, довольно светлый. Здесь я использовала оттенок Stone, вот этот. Ну, в общем, я его использовала как основной оттенок, его растушевала везде. И чуть-чуть добавила оттенка Delilah на подвижное веко. То есть у меня здесь был основным шиммером. И чуть-чуть оттенком Tender я затемнила, затемнила. Как-то он не особо, опять же, темнее, чем оттенок Stone. И получился такой вот очень простой макияж, тоже довольно светлый и тоже мне понравился. Несмотря на то, что здесь, ну, очень простой макияж, без затей совсем. Потом мне стало очень интересно, потому что подобные оттенки есть в палетке Colourpop. Вот эта палетка называется That Stop, ее я уже вам показывала. И мне нравится эта палетка. Здесь, конечно, такие очень сухие матовые, но при этом они нормально работают. Видите, тут прям можно похожие почти в один в один найти. Сейчас я засвочу вместе с вами похожие оттенки. Ну, вот эти такие маленькие куцы-слотчи, это Наташа Динона. И такие длинные-слотчи, это Colourpop. Как видите, они прям, ну, достаточно похожие оттенки, можно сделать достаточно похожие макияжи. Вот этот оттенок Stone, да, который вот сверху, вот здесь, у Наташи Диноны, у меня уже он затерся в рефиле. Он, палетка у меня только неделю, уже затерся этот рефил. Делала я макияж палеткой Наташи Диноны и палеткой Colourpop. И как-то вот, ну, когда сводчишь, чувствуешь, что Colourpop, он действительно прям гораздо суши. Наташа Динона, она такая более кремовая такая. Но на глазах как-то я не особо заметила разницы, да, что у меня прям Colourpop высушил глаз. Он не выглядит прям сильно сухим каким-то, ну, может, чуть-чуть совсем посуше. Но если вас интересовали в этой палетке именно матовые, да, такие прохладные, то, в принципе, ну, не знаю, палетка Z-Stalk очень дешево стоит. У Colourpop постоянные какие-то распродажи, скидки. И мне понравилось здесь, как палетка работает. Если бы не шиммеры, которые у Наташи Диноны сильно-сильно лучше, да, чем в этой палетке. Тут в основном какие-то больше сатины все-таки, яркий оттенок. Как только вот этот вот, который Super Shock Shadows, формула называется оттенок Slated. И он такой прям кажется прям супер яркий, но при этом, посмотрите, вот макияж, да, он оттенок Slated вместе с оттенком оттенок Muse был использован у Наташи Диноны. И видно, что Наташа Динона прям сильно выигрывает в плане шиммеров. И следующий макияж, который прям, ну, очень-очень светлый. Здесь я использовала оттенок Wheat и растушевала его оттенком Fair. И на все века нанесла оттенок Muse. И получился такой прям супер, не знаю, свадебный макияж какой-то или макияж, там не знаю, в детский сад, на утренник. Просто что-то такое воздушное, очень легкое, но мне прям очень понравилось. Мнение у людей разделилось. Кто-то написал, что прям очень скучно. Кто-то написал, что очень круто, что очень освежает такой макияж. Ну, не знаю, мне понравился. Я не знаю, что опять же происходит со мной. Мне понравились все макияжи, которые я сделала этой палеткой. И вот тот, который на мне, тоже мне понравился. Несмотря на то, что они все какие-то однобокие немного. Что я там затемняла этот розовый оттенком Wake, что не затемняла. В принципе, так сильно не меняется ничего. Что у меня оттенок Stone на веки, что у меня оттенок Mesh на веки. Как-то особо нет разницы. Вот потестив палетку Ani The Nude, я поняла, какая удачная все-таки палетка Mini Starlet. Потому что это прям такая вот прям совсем мини-версия большой этой палетки. И она прям, тут всего лишь 5 оттенков, но получается очень разнообразный макияж. Даже более разнообразный, чем получается 15 оттенками этих Ani The Nude. Давайте, кстати, засвочим оттенки. Потому что мне показалось, что прям цветовая история похожая. Только может быть персиковый в Mini Starlet он более яркий. Ну вот на этой стороне Наташа Динона Mini Starlet. И на вот этой стороне здесь Ani The Nude. И, как видите, очень похожие оттенки. Только на место вот этого вот такого прям яркого персикового я ничего не нашла. Никакой альтернативы в Ani The Nude. Но все остальные оттенки прям очень-очень похожи. Я говорю, вот видите, тут даже такой яркий персиковый есть в Mini Starlet. То есть можно еще более разнообразный макияж сделать. Поэтому, в принципе, если вам не хочется тратить деньги на такую большую палетку, то можно купить вот Mini Starlet и вполне себе нормально обойтись и без Ani The Nude. Но я оставлю обе эти палетки. Они мне обе нравятся. Вот эту я буду с собой брать в путешествие. А эта будет у меня такая на поседневная. Тут много красивых шиммеров и ради этого я ее и оставляю. Ну и дальше, я даже не знаю, мне не с чем как-то особо сравнивать, потому что у меня нет ни Glam палетки, нет у меня и палетки Mario. Но я оставлю еще ссылки в описании к видео на видео, где люди делают сравнительные свотчи. Они прям суперподробные. Там есть тайминг проставлен на всех этих видео. Можете просто найти нужную вам палетку и просто перескочить по тайм-коду, на именно этот отрезок видео и посмотреть сравнительные свотчи у этих людей. Я вам советую все-таки посмотреть другие видео, не мои какие-нибудь, именно со сравнительными свотчами. Сейчас я покажу вам некоторые оттенки, как они смотрятся на глазах, такие свотчи на глазах, только не всех оттенков, потому что у меня глаза просто стерлись. И дальше будет туториал этого макияжа, и мы с вами еще в конце увидимся. Так, давайте начнем с оттенка Stone. И вот как оттенок выглядит на веки. Мне кажется, нормально растушевалось. Тут у меня в некоторых местах не подсох еще праймер под тени, поэтому немножко как будто пятнит. На самом деле, ну не знаю, мне кажется, хорошо оттенок работает, особенно для такого холодного. Очень хочу его сравнить с оттенком Mesh. Вот у нас оттенок Mesh, и вот у нас оттенок Stone. Оттенок Mesh Наташа описывает как легкий пыльная роза. Легкая пыльная роза. Тоже хорошо растушевался оттенок, но здесь у меня как будто как-то больше какой-то пятнистости. Вот здесь особенно, видите, у меня какая-то темная линия. Но, в принципе, у меня на этом глазу хуже оттенки ложатся. Тут немножко кожа какая-то слишком сухая в кое-каких местах. И, возможно, это просто из-за моей особенности кожи на веках. Ну, в принципе, похожие оттенки. Я бы не сказала, что прям такая большая тут разница. Это типа пыльная роза, это типа топа. На самом деле, ну, они у меня какие-то одинаковые. Вот. Я не буду, наверное, на все веко наносить этот оттенок. Я хочу какой-нибудь темный оттенок нанести сюда и посмотреть, как он будет работать. Давайте, мне кажется, этот глаз темнее, а этот светлее. Поэтому на глаз потемнее нанесем оттенок силуэт. Раз у нас этот глаз будет темнее, его сюда и нанесем. И на другой глаз нанесем оттенок tender, так как он светлее, этот глаз. И оттенок силуэт Наташа описывает, как коричневый кофейного зерна. Coffee Bean Brown. И оттенок tender у нас средний топ. Чего, одинаковые оттенки? А, то есть оттенок stone, он более... Это light-medium warm top, то есть легкий, средней интенсивности, теплый топ. А это у нас просто средней интенсивности топ. Вообще интересно, потому что оттенок tender, да, который у меня вот здесь вот прямо на подвижном веке, это типа средней интенсивности топ. А вот это вот типа средний легкий, теплый топ. Но мне кажется, этот прям холоднее, чем вот этот. Этот, мне кажется, чуть потеплее. Не знаю, видно ли это на видео или нет. И на самом деле, ну, по оттенку все третьи оттенка я не могу сказать, что прям так сильно различаются у меня на глазах. Все они какие-то такие с лиловинкой немножко. Но этот просто чуть более теплый, как мне кажется. Так, ну и давайте самый темный здесь оттенок в этой палетке нанесем. На наш глаз потемнее. Оттенок называется Silhouette. Сейчас с чистой кистью немножко растушую два оттенка друг с другом. Оттенок Silhouette поверх оттенка Stone. Что-то не очень как-то хотел работать. Ну, собственно, матовые-наматовые наслаивать тоже такое себе дело, конечно. Но вот не знаю, что вот на этом глазу, что на этом глазу у меня есть какая-то немножко полоска. Как будто застревают немножко оттенки. Ну, вот так выглядит оттенок на глазу. Меня, конечно, смущает это залипание. Давайте, наверное, сотрем макияж с этого глаза и попробуем оттенок Silhouette сам по себе нанести. Так, пока у меня здесь консилер подсыхает, я хочу попробовать еще раз, последний раз оттенок Silhouette, чтобы прям дать ему последний шанс, чтобы понять, он вообще хорошо работает или нет. Нанесем пока оттенок Width на этот глаз. Ну, и вот оттенок Width на этом глазу. Очень легко растушевался. Симпатичный оттенок, но немного... Как это? Оттенок воспаленного глаза. Ну, в полном макияже, мне кажется, лучше смотрится он, чем просто так на голом глазу. Оттенок Width Наташа описывает как Light Warm Rose, то есть светлый, теплый, розовый. И хочу еще оттенок Wake нанести на века подвижное. Wake Наташа описывает как Medium Warm Dusty Rose, как средняя теплая пыльная роза. Средняя теплая пыльная роза. И вот как они вместе смотрятся на веки. Ну, очень даже органично, мне кажется. Опять у меня тут немножко как будто темная полоса, но мне кажется, это все-таки моя кожа дает такой эффект. В самом деле, если я вот так вот покажу вам, видно, да, что очень хорошо все растушевалось друг в друга. Так, ну что, вернемся к оттенку силуэта опять. Будет он сегодня работать или нет? Я прям очень хотела похвалить Наташи на матовые, потому что у меня вообще проблем не было с палеткой совсем. И тут такой немножко конфуз. Ну вот я тушу, тушу, все равно вижу немножко эту границу, где оттенок закончился. Ну, вряд ли его, конечно, кто-то будет так использовать, да, как какие-нибудь смоки делать. Это, наверное, подложку, да, надо как-то все-таки сделать, потому что все равно видно немножко какие-то неровности. Ну, не знаю, красивый оттенок, но мне кажется, он не самый без проблем. Давайте посмотрим, как оттенок филигри смотрится на веки. И нанесем его поверх. И вот все хорошо перекрылось. Симпатично смотрится, мне нравится. И на этот глаз давайте нанесем оттенок Элла. Тоже симпатично смотрится Элла. Тут как будто в Элле есть немножко розового тоже. Так, филигри Наташа описывает как Sparkling Foiled Medium Neutral Brown, то есть сияющий, фольгированный, средний, нейтральный, коричневый. Ну, он точно сияющий, точно фольгированный. Насчет нейтрального, среднего, коричневого. Среднего имеется в виду по интенсивности. Ну, не знаю, мне кажется, он не особо коричневый, он какой-то прям такой прохладный какой-то на мне. И оттенок, который на этом глазу у меня была Элла. И Наташа его описывает как Sparkling Foiled Warm Fawn. Ну, блин, не знаю. Опять же, мне кажется, в нем немножко есть все-таки розового. И на мне прям чуть-чуть более темным кажется этот оттенок. Еще я хотела с вами попробовать оттенок шин нанести как хайлайтер. Мне кажется, оттенок шин на некоторых будет темноват, потому что даже на мне прям чуть-чуть его видно. У него такой легкий-легкий какой-то персиковый что ли, персиковый шампанский, что-то среднее между персиковым и шампанским. Подтон. И немножко видно полоску его на моей коже. И мне не очень нравится, как он смотрится на коже. Мне кажется, он прям подчеркивает текстуру. Мне кажется, это была не очень хорошая идея. Просто его как хайлайтер хвалила очень Мишель Вон. Но что-то это, видимо, не для меня. Так, хочу еще нанести в уголки оттенок Мия. Красиво смотрится в уголках. Так, ну еще, наверное, пару оттенков посвотчим на глазах. И буду все смывать. Так, теперь хочу попробовать оттенок Травертин. Наташа его описывает как металлический мягкий янтарь. Как это янтарь, я не понимаю. Ну, это такой вайб Tom Ford Silver Topps. Моя любимая палетка Тома Форда. Такой прям элегантный какой-то серо-светлое-шампанское. Не знаю, как описать такой оттенок. Светло-серый. Немножко светлое-шампанское какое-то отдает. Я бы такое сказала. Очень красивый оттенок. Вот такой вот макияж. Просто один оттенок на все века. Ресницы накрасить. Можно пойти куда-нибудь. И выглядит очень, как-то прям, не побоюсь этого слова, элегантно. И на другой глаз хочу нанести оттенок Делайла. Ну, вот немножко похожи они, мне кажется. Чуть Делайла потемнее. И другая текстура, конечно, у нее. Ну, Делайла в качестве одного оттенка на все века, как полноценный макияж, мне кажется, тоже вполне себе подходит. Так надо ее чуть-чуть подтушевать. Ну, так, в принципе, и симпатично. И хочу еще нанести оттенок Whisper. Хочу под бровь чуть-чуть нанести. И уголок глаза тоже высветлить. Так, забыла вам прочитать описание цвета. Делайла это Sparkling Wet Effect Silver Brown. Сияющего мокрого эффекта серебристый коричневый. Блин, ну вот это сочетание мне прям очень нравится. Это оттенок Travertine и оттенок Whisper в уголок глаза. Получается такой прям очень-очень симпатичный макияж. Так, я с вами не пробовала, наверное, только Full Glam какой-нибудь с этой палеткой. Хотела посмотреть какой-нибудь туториал от Наташи, но там у нее карандаш, там что-то вот надо, подложку какую-то делать там. Все очень сложно. И там она Хэллоуай делает, а мне Хэллоуай вообще не идет. Тогда давайте сами попробуем что-нибудь сотворить. И давайте, наверное, начнем с оттенка... Давайте начнем с оттенка Stone. Я еще смотрела в туториале Наташи Динона, и что мне сегодня с речью? Она там использовала еще оттенок Mesh во внутреннем уголке. И я тоже так сделаю, чтобы еще раз сравнить два этих оттенка. Ну, не супер большая разница тут, как мне кажется. Ну, как видите, два этих оттенка, они на мне так особо не смотрятся разными. Может быть, на ком-то более светлом, с более холодным подтоном кожи они будут действительно как два разных оттенка. На мне они почти одинаково смотрятся. Ну, ладно, давайте дальше следовать туториалу Наташи. Только не будем делать Хэллоуай. Хэллоуай. Привет, глаз. Хэллоуай. Потому что, опять же, мне не идет такая форма. И давайте... Там Наташа брала оттенок Tender. И им затемняла складку. Ну, давайте так же и сделаем. Ну, тоже хорошо растушевывается оттенок. Тут у меня вроде как будто посветлее глаз получился. Давайте еще чуть-чуть добавим тендер. Так, и уже у нас такой прям драматичный немножко макияж получается. Давайте еще сделаем более драматичным его. И добавим оттенок силуэт. На самый прям наружный уголок глаза. И прям сильно все затемним. Может, с оттенком силуэта у меня были небольшие проблемы. Когда я пыталась сделать, значит, такой недосмоки только одним оттенком на всю веку. Но просто как затемняющий оттенок, он работает очень классно. Он тушуется хорошо. И я не вижу каких-то лысых просветов, как у меня немножко было, когда я делала сводчий на глазах. Все прям очень классно работает. Не знаю, что... Может быть, просто база другая была какая-то. Может быть, не успел подсохнуть праймер. Но сейчас у меня все работает очень хорошо. И давайте оттенок Muse нанесем на подвижное веко. Ну, блин, этот оттенок просто бестселлер какой-то. Он сияет просто, я не могу. Блин, уже красиво. Ну, как мне кажется. Так, ну и еще раз. Оттенок Whisper. Я нанесу во внутренний уголок. И просто чистой кистью чуть-чуть его подтушую, чтобы не было такой резкой границы между кожей и Whisper. Теперь беру оттенок Stone. Наш самый первый. И нанесу его на нижний веко. Теперь беру такую кисть карандаш. беру оттенок Tender и буду наносить на ресничный край. И теперь этой же кистью возьму оттенок Silhouette и прямо на самый-самый ресничный край нанесу. Чтобы немножко еще соединить с верхним оттенком, я вот так чуть-чуть подниму хвостик. Ну и вот почти получился готовый макияж. Я не знаю, наверное, на стыке Muse и Silhouette я нанесу какой-нибудь темный сатин. Давайте вот он, как называется, filigree. Чтобы не было такого прям сильного контраста. И такой завершающий штрих. Наверное, я немножко Muse нанесу и на нижний веко. Ну и вот, собственно, получился завершенный макияж. Мне очень-очень нравится. Мне кажется, он достаточно глэм получился. Осталось только ресницей накрасить. Слизистую я, наверное, не буду прокрашивать. Мне почему-то кажется, когда я черным карандашом прокрашиваю слизистую, у меня глаза становятся уже. Наверное, я обойдусь без слизистой. Вот. Накрашу только ресницей. Нанесу румяна, бронзер и вернусь к вам. Ну и, собственно, получился вот такой вот макияж. Мне очень нравится, как и все макияжи, сделанные этой палеткой. Ничего такого супер-супер интересного. Но, блин, шиммер очень-очень красиво смотрится. Ой, ну, скучная палетка. Скучная, но классная. Не знаю, мне понравилось. Мне, конечно, не нравится вот эта ситуация с оттенком Stone, что он у меня так затерся, что я даже вот сейчас нормально не могу. Ну, блин, посмотрите, прям какие-то бугорки. И весь он какой-то замыленный. Ну, ладно. Кисти вроде пока набирается все равно. Не без недостатков палетка, конечно. Но, блин, ну, не знаю, мне нравится. Здесь классные шиммеры и светлые матовые. Оказалось, что мне в последнее время того и надо. Поэтому нравится палетка. Наверное, не знаю, рекомендую ли я вам ее. Мне кажется, мини-старлет это лучшее вложение денег, чем вот Anida Nude. Тут такая прям более такая отредактированная версия самого лучшего из Anida Nude. Если вам нравятся светлые матовые и суперсияющие шиммеры, то, может быть, вам понравится эта палетка. И я вам тогда ее рекомендую. Ну, или просто купите мини-старлет, и можно вполне похожие макияжи делать. И особо даже не поймешь, какой палеткой был сделан макияж вот этой или вот этой. Ну, и спасибо, что досмотрели до конца мой сумбурный обзор. И пока!